Елизавета Унру – обычная ученица, а вот тему для своей научной работы выбрала не самую обычную, не самую популярную среди школьников – предприятие Алтая в период войны. Уверяет, не знала, что в Кремле готовится особый закон. Говорит, просто хотела отдать дань труженикам тыла, среди которых была и ее прабабушка. Тем более, что тема труда, считает она вообще сейчас актуальна. Я считаю, что человека, работающего на заводе, перестали уважать так, как уважали раньше. И я хочу вернуть эту память. Ее работа преимущественно посвящена станкостроительному заводу, точнее, его родоначальнику – патронному. Поздней осенью 41-го его собрали сразу из трех заводов, эвакуированных из европейской части страны. И он первым начал выпускать продукцию для фронта – несколько видов патронов. Первые производственные корпуса стоят до сих пор. Сейчас к патронному производству добавили другие. Поменяли оборудование, условия труда, но на заводе еще помнят, как все начиналось. Вот сейчас вы видите, за моей спиной идут люди с работы. Закончился 8-часовой рабочий день. Да, сегодня пятидневная рабочая неделя. Но мы помним, что наши предки, которые здесь работали на этом предприятии во время войны, со дня его основания, они трудились всю неделю, включая выходные дни. То есть выходных не было вообще. 12-часовая была смена. Две смены было всего. И причем, надо сказать, что примерно три четверти – это были молодые девушки. Каждый второй винтовочный патрон давал тогда фронту Барнаулу. Кроме того, в Барнауле выпускали дизели для танков, специальные приборы, ткань. Кстати, второе название сереброплавильного завода – спичка – тоже появилось во время войны. Здесь тогда разместили гомельскую спичечную фабрику. Краевед Сергей Ужакин уверен, особое внимание к городам, ковавшим победу в тылу, поможет заново и более полно осмыслить события Великой Отечественной. Мы стали понимать, а в чем наш подвиг. Раньше мы говорили, что подвиг – это те бойцы, которые выиграли эту войну, победили. Победила-то вся страна. Почему мы не можем сказать, что дети войны, которые приняли на себя этот удар, стояли у станков, они не герои, они герои. Многие обратили внимание на то, что закон совпал с другими законотворческими нововведениями, в частности, внесением поправок в Конституцию. Является ли это частью какого-то политического плана? Мы спросили мнение политолога Константина Лукина. То, что это все наложилось одно на другое, это случайное совпадение. Сам проект по присвоению звания города трудовой доблести все-таки был разработан и сделан именно в преддверии 75-летия Победы. И, соответственно, сейчас это будет накладываться на голосование в Конституцию с тем, чтобы вот патриотизм, патриотизм – наше все. Особых преимуществ новое звание Барнаулу, если он его получит, не даст, уверяет политолог. Максимум памятная стелла. Во время празднований, приуроченных ко Дню Победы, 1 мая и в День города, этому также уделят особое внимание. Правда, для многих это будет упоминание со слезами на глазах. Во время войны на Алтай было эвакуировано более 100 предприятий со всей страны. Из них 14 крупных в город Барнаул. Именно они сделали промышленную славу краевой столице. Но сегодня из них продолжает работать меньше половины. Чтобы сохранить остатки не только промышленного наследия, но и памяти о нем, хотя бы в виде нового звания, нужно еще собрать целый пакет документов. Во-первых, инициатива должна исходить от жителей самих городов-претендентов. Местное отделение Единой России сейчас как раз приступили к сбору подписей на местах. К ним приложат экспертные заключения, исторические справки и отправят в Москву. По новому закону звание города трудовой доблести присваивается указом президента, как правило, в канун 1 мая. Поэтому, чтобы успеть все сделать в этом году, нужно поторопиться. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.